Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим с вами сильные стороны легкового автомобиля малого класса на примере Lada Vesta, который выпускается с 2015 года и по настоящее время. В материале будут раскрыты основные достоинства модели, которые установлены владельцами Vesta в процессе эксплуатации и обслуживания. Более подробно данный материал вы можете почитать на нашем сайте bazlite.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Кроме того, в завершении нашего материала мы сделаем заключение о качестве и доступности основных, а также расходных элементов Lada Vesta. В обзоре мы установим, кому идеально подойдет данный автомобиль и стоит ли он тех денег, которые за него просят на рынке новых, а также поддержанных транспортных средств. Lada Vesta является автомобилем компании АвтоВА с компактного малого класса и относится к сегменту автомобилей B. Vesta производится с сентября 2015 года на заводе в городе Ижевск, Российской Федерации. Автомобиль является продолжением знаменитой Lada Priora в модельном цикле компании. Официальные продажи Vesta начались с конца 2015 года. Кроме завода Ижевский, машину также собирают в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Полная стоимость разработки и внедрения автомобиля АвтоВА стоили почти 1 миллиард долларов США в эквиваленте. Первоначально АвтоВА планировал создать хэтчбок, но впоследствии отказался в пользу универсала Lada Vesta SW и вседорожник Lada Vesta Cross, которые будут произведены в 2017 году летом. Дизайн автомобиля разрабатывался известным дизайнером с мировым именем Стивом Матином. Lada Vesta сделан и реализуется в трех комплектациях. Базовый классик, оптимальный, то есть средний комфорт и максимальный люкс. Стартовая стоимость автомобиля за базовую комплектацию составляет менее 9 тысяч долларов США в эквиваленте. После выпуска Lada Vesta производитель выпустил на рынок и Lada X-Ray. Он и занял нишу хэтчбока в типе кузова компании. Все это было сделано для того, чтобы модели не создавали внутрибрендовой конкуренции. Габариты Vesta превосходят размеры Priora. Например, длина нового автомобиля составляет 4 метра и 41 сантиметр против приоровских 4 метра и 25 сантиметров. Автомобиль базируется на платформе Lada B, а сам дизайн черпался из концепта Lada X-Ray. Lada Vesta оборудован двумя видами атмосферных двигателей с объемом в 1,6 литра, 106 лошадиных сил, маркировка 211,29 и 1,8 литра, 122 лошадиные силы, маркировка 211,79. С двигателями идут два вида трансмиссии, пятиступенчатая механика и автоматически роботизированная шестиступенями российской разработки, маркировка 218,27. Также отметим, что многие функциональные параметры, которыми обзавелся Lada Vesta, используются автовазом впервые в истории. Итак, приступим к рассмотрению достоинств легкового автомобиля компактного малого класса Lada Vesta, исходя из отзывов владельцев, заключения автоэкспертов и специалистов по ремонту. Сильные стороны легкового автомобиля Lada Vesta выявлены в процессе эксплуатации и обслуживания. Первоначально начнем, конечно, с двигателей. Двигатели с объемом в 1,6 литра и 1,8 литра очень надежны, тяговиты и оборотистые. Автомобиль без особых усилий совершает обгон, перестроение и резво стартует на зеленый свет с перекрестка. Все благодаря тому, что оба двигателя разрабатывались совместно с концерном Renault-Nissan. Кроме того, после создания двигателя они долго тестировались японскими и французскими специалистами, пока полностью не довели их до оптимальных параметров. Расход топлива двигателя с объемом в 1,6 литра составляет всего 7,8 литра на 100 км пробега в смешанном режиме, что является неплохим результатом в своем классе компактных автомобилей. Расход топлива двигателя с объемом в 1,8 литра составляет порядка 8,6 литра на 100 км пробега в смешанном режиме, что является оптимальным показателем для соответствующих габаритов и мощности двигателя Vesta. Управляемость Vesta, по мнению экспертов, является одним из лучших в сегменте B, благодаря новой ультрасовременной подвеске с рычагами L-образной формы. Она в меру жесткая и прекрасно сбалансирована. Кроме новых рычагов, подвеска Vesta получила полностью новые, как говорится, разработанные с чистого листа, поворотные кулаки и кастор в 5 градусов, которые, по мнению специалистов по ремонту, являются хорошего качества и надежности. Ресурс таких элементов подвески, по мнению специалистов, составляет не менее 150 тысяч километров пробега до ремонта или полной замены. Рулевое управление Vesta позаимствовано от предпоследнего поколения Renault Megane, которое отлично себя зарекомендовало. По мнению автомобильных экспертов, ресурс элементов рулевого управления составляет не менее 150-200 тысяч километров. Компоненты автомобиля, такие как тормозная система и система охлаждения, позаимствованы из прошлых разработок концерна Renault Nissan. Например, тормозная система применена от Nissan Almera последнего поколения, а радиатор системы охлаждения взят от Renault Logan последнего поколения. Все элементы были взяты не просто так. Компания Автоваз в первую очередь опиралась на долговечность деталей, качество и их надежность. Габариты кузова автомобиля шире и длиннее, чем у основных конкурентов, таких как Solaris, Rio и Logan. Данный положительный момент обеспечивает оптимальное количество пространства в салоне и багажном отсеке. Салон Vesta вместительный и эргономичный, благодаря немного раздутому кузову и довольно плоской обшивке дверей. Кроме того, сами сидения довольно плоские по ширине, что также добавляет полезного пространства пассажирам и водителю. Вес автомобиля с двигателем в 1,6 литра составляет всего 1230 кг, несмотря на свои немаленькие габариты. В своем сегменте Vesta является одной из самых легких, например, вес Solaris на 70 кг больше, а вес Rio почти на 85 кг. При этом максимальная масса загрузки у Vesta составляет почти 600 кг, в отличие от выше описанных моделей, у которых данный параметр составляет всего 500 и 525 кг соответственно. Активная безопасность автомобиля находится на высоком уровне. Данный показатель обеспечивается семью системами коррекции и помощи при езде. Также отметим, что в базовой комплектации автомобиль оборудован двумя фронтальными подушками безопасности, а в максимальной комплектации в машине устанавливаются дополнительно еще и две боковые подушки, которые очень широкие по своим размерам при раскрытии, что практически заменяет боковую шторку безопасности. Lada Vesta, которая реализуется дилерами, имеет в любой комплектации определенные опции, то есть машину пустой уже не назовешь. Так, например, в базовой комплектации Vesta получает пакет Start, в средней комплектации получает пакет Multimedia, а в максимальной комплектации получает пакет Multimedia и Navigazione. Рулевая колонка автомобиля имеет настройку по углу наклона и по вылету, причем во всех комплектациях. Отметим, что данный бонус является сильной стороной Vesta в сравнении с конкурентами по классу, так как такая функция в основном предлагается как опция или просто отсутствует напрочь. В середине 2016 года на заводе Автоваз в Ижевске наладили мелкосерийное производство автомобилей с газобаллонным оборудованием, которое позволило в качестве топлива применять природный газ, он же метан, сжатый до уровня 250 атмосфер. Данная опция конкурентов на сегодняшний день отсутствует. Красивый и стильный дизайн кузова в формате латинской буквы X, который в своем роде уникальный и заставляет обращать на себя внимание потенциальных покупателей и конкурентов модели. Дизайн салона автомобиля современный и не обладает дешевыми элементами. Наконец-то можно с уверенностью сказать, что вазовцы ушли от модели Lada 90-х годов. Мультимедийная система очень функциональная. Экран-система на 7 дюймов с большим количеством возможностей и функций. При этом по эргономике панель включения устройства расположена на удобной для водителя и пассажира высоте. Имеется прямой вход для USB накопителя и выхода out. Шумоизоляции Vesta ничем не уступает полу-седан. Материалы и компоненты, которые применялись при уплотнении и поглощении внешних шумов салона Vesta, применялись от японского производителя компании Nissan. Штатный подлокотник с регулировкой уровня угла, который очень удобен и крайне полезен. Объем полезного пространства довольно велик. Материалы и отделки элементы хорошего качества. Функция подогрева лобового стекла, которая прекрасно себя зарекомендовала в морозную погоду. Система разогревает стекло в считанные секунды. Налитий снег улетучивается практически моментально. Поясничный подпор, который расположен в сидении водителя, обеспечивает расслабление поясницы и способствует комфортному передвижению или путешествию на большие расстояния. Бардачок является охлаждаемым, благодаря тому, что к нему подходит воздуховод от системы охлаждения. Устройство сделано таким образом, что при включении охлаждения в автомобиле холодный воздух нагнетается в бардачок и в нем происходит мгновенное снижение температуры. Все это благодаря новаторскому решению прямого отвода трубы воздуховода от кондиционера. Руль автомобиля современный, трехспицевый, снаряжен кнопками и плавными наплывами в точках обхвата. Кроме того, данный элемент изготовлен из качественных и экологичных материалов. Автомобиль оснащен системой помощи при трогании в гору, которая обеспечивает плавное движение машины без откатов назад. Данная технология позаимствована у концерна Renault-Nissan. Наличие современной экстренной системы оповещения служб быстрого реагирования, Aero-Glonass, которая направляет сигнал при срабатывании подушек безопасности в автомобиле и сообщает о дорожном транспортном происшествии. Система автоматической разблокировки всех дверей и автоматическое включение аварийной сигнализации при срабатывании хотя бы одной подушки безопасности в автомобиле. Автоматическое закрытие всех дверей при движении со скоростью от 20 км в час и выше. Это отличная система, которая идеально подойдет тем людям, у которых на заднем сидении находятся маленькие дети. Камера заднего вида, которая устанавливается опционально для всех видов комплектации и стоит относительно недорого в сравнении с конкурентами. В опорных передних и задних балках имеется специальный краш-бокс, который повышает безопасность автомобиля при фронтальных столкновениях с препятствиями. Наличие подсветки в дверях при открывании, который повышает уровень безопасности автомобиля и добавляет элегантности с комфортом транспортному средству. Дверные ручки снабжены функцией микролифта, которые плавно опускаются при открывании двери. Ручки очень надежны по своей конструкции и качеству материала на достойном уровне. Наличие полноразмерного запасного колеса под фальшполом в багажном отсеке. Запаска идет на том диске, которым оснащены 4 основных колеса автомобиля при покупке. Кроме того, в нише возле запаски имеется много свободного пространства для ремонтного комплекта. Lada Vesta имеет 4 звезды безопасности по результатам краш-теста, который проводился авторитетным российским автожурналом Авторевью по методике ARCAP. Автомобиль набрал около 14 баллов и 16 возможных. Отметим, что Lada Vesta обошла такие модели, как Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solari. В сегменте автомобилей B-класса большая конкуренция, начиная от Renault Logan и заканчивая немцем Polo, седан. Vesta позиционирует себя как первый отечественно неприхотливый и довольно надежный легковой автомобиль. У машины, по мнению экспертов и владельцев, стальной характер, а также настоящая российская автомобильная душа. Lada Vesta привлекает покупателей одной из самых дешевых цен в сегменте, уникальным интерьером и экстерьером, а также богатым стандартным оснащением. Основные механизмы и компоненты автомобиля оптимального качества и способны отработать без внепланового ремонта не только срок по гарантии, но, как утверждают специалисты по обслуживанию, ресурс элементов составит не менее, чем у основных конкурентов сегмента B. Polo, седан, Kia Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan. По наличию стоимости основных и расходных деталей, Vesta фаворит рынка, благодаря отечественному производству и почти 80% локализации запасных частей. Элементы кузова, подвески и электрики в наличии на складах, магазинах и по приемлемым ценам. Основные узлы и устройства автомобиля, на примере атмосферных двигателей с объемом в 1,6-1,8 литра, способны отработать до капитального ремонта или замены не менее 400-450 тысяч километров пробега. Надеемся, что наш обзор помог вам получить необходимую информацию о сильных сторонах и плюсах легкового автомобиля, компактного класса Lada Vesta. Исходя из отзывов автовладельцев, мнений экспертов, специалистов по обслуживанию и ремонту, оптимальный по качеству, надежностью двигатель, элементы, подвески, а также три вида комплектации и низкая цена в сравнении с главными конкурентами, прекрасно дополняют привлекательность Vesta. Автомобиль занимает одно из лидирующих мест в ценовом сегменте своего класса, благодаря вышеописанным достоинствам. Для своей стоимости машина показывает достойные показатели поместительности, экономичности и общей эффективности. Lada Vesta отлично подойдет для покупки начинающим водителям и любителям машин отечественного производства. Почти самая доступная цена и оптимальное качество деталей со сборкой автомобиля являются сильными сторонами автомобиля. Стоимость, которую просит дилер за новый автомобиль, является, по мнению многих экспертов, недооцененной в соотношении качества и надежности. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеообзор на тему сильные стороны автомобиля на примере Lada Vesta. Более подробно данный материал можете почитать на нашем сайте bazlite.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или комментарии, оставляйте их, пожалуйста, на нашем YouTube-канале под видео. Либо присылайте нам на сайт bazlite.ru. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи на дорогах.